Здравствуйте, пане депутат Киевской районной Рады. Прямо уж так, здравствуйте. Андрей, ну, что делаете? Начало разбираемся с регламентом. У нас же регламент старый, там разные есть, ну, маленькие недочеты такие, которые надо исправить. Самый большой недочет от того, что у нас нет времени для выступления людей, то есть... Громадскости? Да, люди могут быть на сессии по сегодняшнему регламенту, могут быть приглашены только если их пригласят. Сами туда не могут попасть. Как бы сессии у нас открытые, каждый как бы может прийти, но выступить, слово справа не имеет. Нету такого в регламенте пункта. Наставим на том, чтобы первым пунктом каждой сессии было выступление людей. То есть, руководские проблемы, рассказать, помочь, попросить, объяснить, донести. То есть, люди даже не все знают, правильно? Где-то что-то они не в курсе. Вот это мы исправляем. Там даже были описки, технические ошибки, так сказать. Их тоже там понаходил, не много, правда, было, но было. И там, ну, моменты есть интересные, на которые надо работать. Положение про комиссии тоже нужно немножко править. Там тоже интересные моменты с моей стороны, ну, как мне кажется. Будем обговаривать сегодня, у нас на РАДО. На три часа, наверное, я так понимаю. Будем говорить о том, чтобы на сессию выносить вопросы. Много времени занимает депутатская работа? Очень. Пока разберусь, пока войду в курс, это будет, ну, я думаю, целыми днями. Полдня читаешь документацию, законы изучаешь, полдня пытаешься объяснить, что ты хочешь поменять. Ну, сложно, сложно. Войти в курс это... На сегодняшний момент избиратели обращаются к вам? Пока еще кто не обратился. Мы даже пока еще не поделили, от какого округа кто будет занимать. Даже если раньше было, от каждого округа, по сути, было один депутат. Теперь же есть округа, от которых по два депутата, и есть округа, на которых нет ни одного депутата. То есть нужно как-то этот вопрос разделить. Пока еще разделение мы не разобрались. Кто, какой, где будет отвечать. То есть это тоже обговариваемый вопрос, тоже на сессии будем решать. Понятно. А потом как-то это в интернете будет видно, на сайте? Да, на сайте нашего совета 100% это будет отображено с телефонами, где обращаться, на время приема. То есть все будет. А вы сами будете контролировать, как это происходит на сайте? Ну, своих депутатов я буду 100% контролировать. А сайт, это будет исполком, скорее всего. Это работники исполкома. Это их работа. Они должны следить за тем, что за наполнением сайта, за обновлением и так далее. Ну, и мы, естественно, будем проверять, чтобы это все было. Спасибо большое. Удачи. Мне дошли. Удачи.